Велосипедисты шоссейников Велосипедисты шоссейников Велосипедисты шоссейников Касса для гонки «Критериум» была выстроена по уже стандартной схеме – двухкилометровый круг по улице Ленина со стартом и финишем у драм-театра. Первыми покорять ее отправились самые юные участники. Напомним, что победитель в гонке «Критериум» определяется не по скорости прохождения дистанции, а по сумме баллов, заработанных на промежуточных и решающем финише. Два финиша из трех оказались на счету кемеровчанина Игоря Вакулина. Перед финишем была гора. Это немножко сложно было. За счет физической подготовки я выиграл два промежуточных финиша. На последнем занял второе место. Не менее успешным для делегации из Кемерово стал и второй старт. Виталий Шипунов взял золото среди спортсменов в возрасте 15-16 лет. А вот среди девушек в этом заезде главную медаль завоевала амичка Мария Иванцова. С учетом погодных условий, 1 мая спортсменке, недавно вернувшейся со сборов в Сочи, было очень непросто показать достойный результат. Эта гонка уже для меня как традиция. Я каждый год в ней участвую. Последние лет пять, наверное. То есть, когда первый раз я сюда приехала, ну первый раз вообще на эту гонку, моя задача была выиграть. И первые два года я всегда тянулась за более старшими. Вот выиграла первый раз, когда я очень рада была. Погода, конечно, сказалась очень сильно, ветер сильный был. И все равно с ребятами очень тяжело ехать. Конкуренция, ну, довольно такая тяжелая. В третьем заезде на протяжении всех кругов внимание было приковано к еще одному представителю Кемерово – Юрию Бутрехину, который с первого же круга сумел вырваться вперед и удерживать внушительную дистанцию между собой и соперниками на протяжении всей гонки. Как отметил лидер третьего заезда, он уже давно не пропускает майских соревнований в Омске, поскольку это отличная возможность для тренировки и проверки своей формы. Я, как и планировал, планировал сразу со старта поехать в отрыв. Да, у меня получилось, поскольку здесь сразу со старта разворот – это дало мне преимущество. Я пытался проходить по наиболее меньшей траектории, поэтому даже рисковал где-то. Один раз так получилось, что педалью задел асфальт, но все обошлось, и мне удалось уехать в одного и выиграть гонку. Последний старт стал самым престижным. Здесь взрослые гонщики боролись не только за призы мемориала, но и за награды чемпионата Сибири. Два омских спортсмена Никита Киржайкин и ветеран велодвижения Дмитрий Мурашко смогли выстроить слаженную работу и опередить почти всех соперников на круг. Но большее число промежуточных финишей, включая последний, за который баллы начисляются в удвоенном размере, взял молодой спортсмен. Было очень холодно, как бы в этом плане. Гонка началась очень дерганно, первые пять кругов вообще было не ясно. Просто в один момент так получилось, что-то соперникам стало немного хуже, и мы с Дмитрием уехали вдвоем и начали ровно работать. Уже совсем скоро, 8 мая, гонщики выйдут на еще один важный шоссейный старт, посвященный памяти основоположника Омской школы велоспорта Леонида Живодерова. Субтитры создавал DimaTorzok